Один наш брат задал вопрос, какими являются условия женить бы на той, с кем ты совершил зина. Начнем с того, что зина – один из самых гнусных и тяжких грехов, которое может совершить мусульманин после приписывания сотоварищей Аллаху убийства и неповиновения своим родителям. В Коране Всевышний Аллах говорит Не приближайтесь к прелюбодеянию. Поистине, это разврат и дурной путь. Этот аят не только о запрете самого акта прелюбодеяния, а скорее запрет всего, что может побудить к нему. Вот по этой причине мужчине и женщине до брака не разрешается контактировать без острой нужды, хотя их конечной целью является брак. Однако, если кто-либо впал в этот грех, да спасет нас Аллах, знайте, что Всевышний милосерден, и он готов принять покаяние тех, кто искренне раскаивается. Это определенно правильный шаг, что люди отворачиваются от запретного и желают пожениться. Нужно покаяться в содеянном и иметь твердое убеждение не возвращаться к хараму. Однако, покаяние не является условием действительности брака. При этом, тауба является по-прежнему обязательным. И покаяние до вступления в брак – это не требование, а скорее то, что настоятельно рекомендуется для того, чтобы пара встала на правильную позицию перед Всевышним Аллахом. Всевышний говорит в Коране Прелюбодей женится только на прелюбодейке или язычнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или язычник. А верующим это запрещено. Этот аят является запретом на брак верующего с кем-то, кто виновен в прелюбодеянии, до тех пор, пока прелюбодей не покается, тем самым очистившись от греха и перестав быть прелюбодеем. Это основано на том, что аят принимается в буквальном значении. Некоторые ханбалитские ученые придерживались этой точки зрения. Однако, большинство ученых заявили, что это не запрет с точки зрения действительности брака. Имам Ас-Суюты указал, что в начале аята говорится о совместимости людей по характеру. Единственный человек, который хотел бы жениться на прелюбодейке, это тот, кто имеет подобные наклонности, или человек, который не является мусульманином и поэтому не считает зина запретным. Этот аят был не спослан о бедных мхаджирах, которые хотели жениться на богатых распутных язычницах, чтобы их имущество тратить на себя. Некоторые толкователи сказали, что запрет относится только к ним. Другие, что этот запрет отменен. В хадисе Ад Аиши передается, что у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили о мужчине, который совершил зина с женщиной, а затем хотел жениться на ней. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, что это незаконное, то есть зина, не сделает запрещенным то, что законно, то есть брак. Абдар-Раззак в своем Мусаннафе передает ад Ибн Аббаса, что мужчина совершил зина с женщиной, а затем женился на ней, на что Ибн Аббас сказал, теперь он поступил правильно. Далее он сообщает, что Абу Бакр да будет доволен им Аллах сказал, нет лучшего покаяния, чем жениться на ней. Они оба отвернулись от прелюбодеяния к исламскому браку. Среди сунницких школ права, ханафитская школа, а также шафиритская и малекитская школы допускают брак двух прелюбодеев. Приведенный ранее аят запрещает зина, а не брак с прелюбодеем, поскольку в противном случае мусульманин-прелюбодей может решить жениться на неверующий, и такой брак будет недействителен. Однако мнение некоторых ханбалитских факихов о том, что покаяние необходимо, полезно, потому что оно заставляет людей признать свой грех и покаяться, чтобы начать свой брак с чистого листа. Вся хвала Всевышнему Аллаху, который различил для нас правильное от неправильного, чтобы мы могли извлечь пользу как в этой жизни, так и в следующей. Турция. А вы хотели бы здесь жить? Море, горы, еда, культура, наследие. Место встречи прошлого и будущего – там, где начинается мечта. Становитесь обладателем недвижимости в Турции вместе с командой Ansar Life. Мы ответим на ваши вопросы, развеем мифы и сомнения, сопроводим вас на всех этапах от экскурсии по объекту до оформления документов и подключения интернета. Инвестиции в недвижимость, получение гражданства и многое другое доступно прямо сейчас, когда происходит крупнейший в Турции строительный бум, открывающий все новые возможности. Мечта вчера, сегодня реальность. Ansar Life. Мы поможем.